Здравствуйте, это канал Максимадзе и сегодня я покажу вам мобильный телефон Nokia C1-02 Значит, вышел он в 2011 году, по-моему, хотя анонс появился еще в 2010 Но где-то в начале 2011 появился в продаже Короче, этот телефон, именно как раз этот экземпляр, он же и сохранился Подарили мне на день рождения, когда мне исполнилось 7 лет Это был тот же 2011 год, кстати Прям вот у меня отец в магазине его покупал Помню, даже он мне звонил, спрашивал, в каком цвете выбрать Было два цвета, но об этом еще чуть позже А перед этим я пользовался вот Siemens C65 Siemens C65 был у меня тогда, пользовался я им тогда Вот именно этот экземплярчик был куплен Именно этим экземплярчиком Он и сохранился вот в таком состоянии сейчас Он, наверное, фокусируется Тут всякие следы С потертостей уже мало Крышка, которая люфтит и так далее Короче говоря Вышел он в 2011 и он является упрощенной версией другого телефона C101 Вышло в одно время две модели Это C101 и C102 Отличаются они тем, что... Что с камерой-то? Отличаются они тем, что модель C101 C101 имеет еще и камеру На 1.3 или на 0.3 мегапикселя Точно не помню Ну и там немножко был другой передний дизайн Там были другие кнопки Они были там слитные и пластмассовые А здесь они резиновые и раздельные И C102 получила довольно-таки неплохую популярность В то время как C101 Не получила такой популярности Возможно как раз-таки за цены, которая была выше Ну и возможно за того, что здесь кнопки гораздо удобнее Выходила модель в четырех цветах Это классический черный, белый, синий и розовый Конечно мне не хотелось тогда черный Хотелось белый Но мне отец говорил, что в магазине был только фиолетовый и черный Ну я тогда сказал, покупай черный Это было целых 13 лет назад Ё-моё, как же много времени прошло 13 лет прошло с того момента Это очень много Значит давайте осмотрим его внешний вид Значит у нас имеется экран TFT разрешением 128 на 160 пикселей 65 тысяч цветов Отображает Дальше Здесь у нас находится Один динамик Он и Звонковый и разговорный Перение щели является не более чем Бесполезным украшением Потому что динамика тут нет Кнопочки, как я уже говорил, довольно удобные Раздельные Есть Такой вот На Вике С кнопкой подтверждения в средней части Задняя сторона содержит Как я уже говорил Динамик Он и звонковый и разговорный одновременно Логотип Nokia Ну и здесь название модели C102 Крышка она Сделана Она такая вот Резиновая И Собирает на себе Всякие следы и царапины Зато с другой стороны Телефон не выскальзывает из рук Значит Сверху находится разъем Так знаете что Я закрою окно Это уже заколебало меня Сверху Три с половиной миллиметра Разъем под наушники У нас находится И Разъем под шнурок Эта сторона Содержит Разъем под зарядку Два миллиметра Что-то плохо Фокусируется камера И разъем под Микро-USB Для подключения к ПК Заряжать через него К сожалению нельзя Только подключаться к ПК Здесь у нас Микрофон И Фельд Для открытия задней крышки Эта сторона Без дополнений Значит По характеристикам Работает телефон На операционной системе Сирия 40 По интернету Поддерживает у нас Оперу мини Среди приложений Интернет работает На платформе Edge GPRS И WAP Собственно По Частоту GSM 850 900 1800 1800 1900 МГц Поколение Сотовой связи 2.5G Как я уже говорил Дисплей 120 1280 160 65000 Цветов ТФТ Камеры Здесь естественно Как вы уже поняли Нету Длина Телефона 108 мм Ширина 45 мм И Толщина 13 мм Почти 14 Весит Вместе с аккумулятором Телефон 77 грамм По крайней мере На наших весах Давайте его откроем Аккумулятор Здесь Скорее всего Не родной Вроде бы Не родной Но тем не менее Родным Был такой же На 800 мА По зарядке Он держит Примерно В режиме Разговора 10 часов В режиме Ожидания 500 Где-то часов Значит Снимка здесь Поддерживается Одна Она Вставляется сюда Здесь Немножко Пластилин Приклеен Потому что После одного Из падений Крышка Стала Очень сильно Люфтить И я решил Подклеивать Пластилином Чтобы Она не Дребезжала Постоянно Но этот Пластилин Постоянно Конечно Попадает Давайте Приклеим Назад Ну и Давайте Наконец-то Его Включ Посмотрим Телефон Изнутри Так сказать Можем Запустить его Без сим-карты Можно Поскольку Можно Даже Без сим-карты Посмотреть Функции Значит Время Сейчас У нас 15 04 12 06 2024 Значит Вот такой Вот Экран У нас Довольно-таки Четкий Понятный И Собственно На рабочем Столе Такой Красивый Фон Впрочем Его по желанию Можно всегда Сменить Довольно Крупные Часы Сим-карты Которой Сейчас Нет Заряд Аккумулятора Включен Bluetooth Ну и Состояние Сети Ну и Дата Естественно Даже День Недели Оказывается Значит Актив Имена Еще Есть Актив Это Быстрое Меню А имена Это Контакты Которых Сим-карты Нет Вниз Вверх Вправо Влево Это Все Тоже Можно Менять Функции Клавиши Нажимаются Очень Удобно Давайте Пройдемся Немножко По меню Здесь Девять Иконок При наличии Сим-карты Которые Есть Меню Сим-карты Десять Иконок Журнал Звонков Контакты Интернет Будильник Сообщения Музыка Настройки Игры И приложения Кстати Забыл сказать Совсем Забыл вам Сказать Что Вот здесь Вот здесь Вот в этом месте Находится разъем Под карту памяти Поддерживает Максимум До 32 гигабайт И Мой экземпляр Что-то уже Немножко Под Подустал Видимо От карт памяти Я как-то не так давно Вставил в нее Карту памяти И он И короче После Того Как она В этом телефоне Побывала Она короче Подубилась Карта памяти Пришлось покупать Новую Значит Сообщения Сообщения У нас Стандартные Есть Естественно Т9 Но Большинство Пользователей Им не пользуются Потому что Он им мешает Есть Вроде как ММС Электронная почта Какой-то чат Дополнительно Черновики Другие сообщения Архив Ну и все такое Контакты Можно посмотреть Имена Их нет Создавать Новый Синхронизировать Контакты Разделять Их По группам Перемещать Мы их Не можем И копировать Потому что Нет сим-карты Интернет Домашние Страницы Браузер Интернет Услуги Зайти Мы в браузер Не сможем Так как У нас Нет сим-карты Но Здесь У нас Opera Mini Кстати Я даже Как-то Давным-давно Заходил В нее Что-то Пытался Вбивать Действительно Какие-то Результаты Он находил Я даже В YouTube Пытался Зайти Ролики Сами Он показывал Но Ролики Не открывались Но При этом Показывались Превью Но Сами Видео Не открывались И Можно было Зайти На какой-то Сайт Что-нибудь Там Почитать Но Я Зашел Баланс Очень Много Денег Это У меня Сняло Я Решил Больше Этого Не Делать Журнал Звонков У нас Все Непринятые Принятые Набранные Адреса Сообщений Очистить Списки Длительность Видимо Обнулял Я уже Ранее Счетчики Потому что Наговорено На этом Телефоне Точно Было Больше Чем Тут Есть Дальше Будильник Будильник По-моему Один Только Можно Поставить Можно Сменить Сигнал Повтор Значит По Музыке Есть Также Радио Которое Без Наушников Увы Не Работает Как И В Большинстве Телефонов Есть Некоторые Композиции Они Здесь Это Полифонические Все Но мы Их Потом Глянем На MP3 Я Показать К сожалению Не могу Потому что Карту Памяти Я Не Вставил И Очень Рисковно Вставлять Карту Памяти И Сами Уже Я Говорил Почему Но Тем Не Не Рингтоны Мы С вами Послушаем Давайте Перейдем Настройки Режимы Есть Несколько Режимов Которые Можно Настраивать Есть Даже Режим Полет Есть Темы Но мы Их Посмотрим Чуть Позже Есть Настройки Сигналов Из GTA 4 Поставил Короче Сигнал Дальше Нет Ничего Не Сохраняем Настройки Дисплея Можно Менять Фоновый Рисунок Режим Ожидания Можно Настроить Это Вот Такое Меню Включается Правда Почему-то Быстрое Меню Почему-то Не отобразилось Поэтому Я наверное Отключу Наверное Не заданы Там были Эти Не заданы Там были Видимо Параметры Свет Шрифта На главном Экране Вид Главного Меню Размер Шрифта Дата И время Ссылки Это Собственно Вверх Вниз Слева Вправо Что у нас Делается Ну и Вот это Клавиша Еще тоже Можно Настраивать Синхронизация Всякая Никогда Этим Не пользовался Подключение Есть В телефоне Блютуз Забыл вам Сказать Есть Блютуз И это Очень хорошо Потому что Далеко Не все Модели Нокия На серии Сорок Поддерживали Блютуз Вот Тот же Например Нокия 1680 Который я Обозревал В 2021 По-моему Году Там Блютуз Не было Из-за чего Передача данных Была практически Невозможна Это было Фигово Ну и кабель USB Еще есть Настройки Вызовов Переадресация Ответ Любой клавиши Повторный Набор И так далее В настройках Телефона Есть Собственно Язык Языков Здесь Несколько Английский Русский Автоматический При наличии Сим-карты Только Возможен Английский Русский Болгарский Какой-то Румынский Украинский Белорусский Немецкого Нет Есть Язык Сим-карты Но он Только Сим-карты Нет Состояние Памяти А Радио Выключено Кстати Сколько Встроенной Памяти Я забыл Сказать Ну-ка Где тут Написано На этом Сайте Где почему-то Не написано Состояние Памяти Ой В смысле Объем Встроенной Памяти Почему-то Здесь Не указан Здесь Так Здесь Характеристики Где-нибудь Есть Вот эти Так Память Встроенная Память 64 мегабайта 64 мегабайта Встроенной Памяти Это не так Много Но Выручает Карта Памяти Здесь Написано Что у нас Собственно Занимает Память Настройки Аксессуаров Конфигурация Защита Это Всякие Пин-коды Учетная Запись Nokia Ну и Восстановить Собственно Настройки На заводские Для этого Защитный Код Нужен Естественно По стандарту Это 1 2 3 4 5 Но его Можно еще Менять В рифму Как сказал Так Давайте Дальше Посмотрим Приложение Игры Посмотрим В конце Есть Календарь Календарь Довольно Удобен Можно На него Накладывать Напоминалки Заметки Есть Калькулятор Довольно Такие Многофункциональный Вот Пожалуйста Можно Такой Еще Калькулятор Использовать Галерея Ну Сначала Ну Галерею Посмотрим Чуть позже Сначала Дополнительно А Нет Дополнительно Это Чуть позже Там Как раз Будут Игры Диктофон Давайте Проверим Раз Два Три Четыре Пять Мы проверяем Диктофон На Nokia C1 02 Вот так Вот Короче Воспроизводится Вот Это Дело Список Дел Можно Всякие Заметки Таймер Секундомер Теперь Галерею Давайте Посмотрим Есть Фото Встроены Встроены Картинки Которые Можно Ставить На Рабочий Стол Есть Видео Которые Можно Встраивать Сюда Музыка Я сюда Полифонические Мелодии Поставил Из Nokia Которые Были На Series 30 Заметки Можно И Другие Полифонические Мелодии Заметки 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 к темам здесь есть несколько тем dark grey dark просто темный light ну и nokia обычно который у нас стоит можно также добавлять и свои dark grey кстати эта тема которая именно в этой расцветке у нас поставляется в черный если бы у меня был бы фиолетовом цвете nokia то здесь была бы такая фиолетовая темка была бы если белый или синий то наверное бы там тоже была бы своя эта темка давайте выберем вот эту и под эту темку можно даже было бы выбрать вот такой фон по центру было бы прям четко графика есть фоновые рисунки а это а это это те же самые видимо это те же самые наверное фото зачем-то закидывал и причем тут как-то они переименованы видимо я тут уворачивался немного тогда графические клипы такие вот фиговинки есть видимо для ммс их на рамке а это так она работает свг зеблин сигналы вот теперь послушаем встроенные рингтоны они у нас здесь находятся встроенные встроенные встроены встроены то есть встроенные Продолжение следует... 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 игры и коллекция. В коллекцию у нас конвертер, расходы, мировые часы. Давайте игры посмотрим. Из встроенных игр, к сожалению, не сохранилось должного. Потому что заставляли в воспитательных целях меня удалить игры с этого телефона. Но из встроенных игр было три. Мне удалось найти только Snake 3 и Snowboard. Еще была игра косынка была, но такая, которая была здесь, к сожалению, мне не удалось найти в интернете. Но также я какой-то тут поставил, какой-то Solitaire. Ну вот, давайте покажу, например, Snake. Snake 3, которая была одной из встроенных игр здесь. New Game. классический, давайте. Цвет змейки можно менять. Все знают, что змейка кушает фруктики. И от того растет. змейка вроде выглядит вот эта забавно, но все равно с той классической змейки, до той классической змейки, которую знают все, далеко. и от того, что И, если мы втяпаемся в саму себя или в препятствии, то проиграем мы, конечно же. Ну и давайте сноуборд тоже посмотрим. Такой вот. но в эту игру еще уметь надо играть. Вот я до сих пор как-то не научился. еще и на камеру менее удобно намного. лево-вправо, вверх-вниз. Хм, экселент. Говорят, неплохо. Что, я проиграл? Хм, я не понимаю, как в это играть. Ну и давайте в качестве бонуса еще покажу игрушку Боунс. Она тут не является встроенной, но это одна из самых, по-моему, популярных игр на Нокии. И которую можно в виде Ява найти. Да, здесь вот такая вот белая фигня остается, потому что эта игра рассчитана на 128 на 128 дисплее, но тем не менее, она не сильно мешает играть. Тем не менее, все равно прекрасно все видно, прекрасно все играется. Да, е-мое. И коды все работают здесь. Чит-коды я имею в виду. Пожалуйста, прошли уровень. Остальные игры я показывать, пожалуй, уже не буду. Также можно на решетку вырубить звук. А на звездочку включить радио. Собственно говоря, вроде бы мы по телефону посмотрели. Все, давайте его теперь выключим. Посмотрели мы, в общем-то, телефон. В принципе, какое мнение по нему можно сказать? Телефон довольно-таки хороший, приятный, удобный. Многофункциональный, хоть и нет камеры. Но, в принципе, камера здесь не так уж и нужна. Если не считать камеры, телефон, в принципе, всем моим требованиям на тот момент соответствовал. Можно было ставить игры, хотя я сам тогда, к сожалению, не умел это делать. Мне папа как-то, мой, закачивал какие-то игры некоторые сюда. Я помню даже какие-то некоторые из них. Помню какие-то странные гонки были на ковбоях. Вот помню, была очень прикольная игра, в которой я рубился. Там были гонки на мотоциклах. Не то, чтобы игра даже прикольная сама была. Там был очень прикольный саундтрек. Было пару каких-то платформеров. Была какая-то змейка другая совершенно. Была игра про крокодилу Гену и Чебурашку, помню. На этом телефоне всё это было. Но, к сожалению, заставляю всё это удалить. В целях воспитания. Возможно, я думаю, даже надо бы этим заняться. Какие-нибудь из этих игр поискать. Какие-нибудь из этих игр поискать в интернете. Вряд ли я, конечно, найду все из них. Уж точно я название этих игр не помню. Но, думаю, вычислить как-то некоторые я попробую смочь. И если я это сделаю, наверное, на влоговом канале, ссылка на который в описании, можно будет сделать видео «Играемся в Nokia C102». Так что, я думаю, это была бы неплохая идея. Ну, а на этом давайте закончим. С вас так вот подписывайтесь на меня и пишите на видосы. Подписывайтесь, как я уже сказал, на влоговый канал. Ссылочка в описании и группу ВКонтакте. Всем пока. До следующих, в следующих обзорах.